Друзья, привет-привет! Мы с вами сегодня направляемся в Гамбург. Поедем на скоростном поезде вот на этом, ждем, когда объявят посадочку. Находимся мы на главном вокзале в Мюнхене сейчас и скоро уже заберемся с вами в путь-дорогу. Друзья, мы уже давным-давно в поезде, должны были уже минут 20 назад отъехать. И вот она немецкая пунктуальность. Мы когда вообще первый раз приехали в Германию, тоже стояли на вокзале, должны были уже ехать дальше. Поезд не приходил на наши пути, куда должен был прийти. И ни одного табло, ни одного оповещения вообще в чем дело. Мы уже тогда думали, что мы не успели приехать в Германию, уже разочаровались в этом немецком орденге в пунктуальности немцев. Ну и вот Денис за последнее время уже третий раз сейчас сидит в поезде. И сегодня, когда мы сюда ехали, он говорит, интересно, когда у нас приключения начнутся с этим скоростным поездом, с ИЦЕ. Я говорю, доподи, все нормально будет. Ну что, вот сидим ждем. Сказали, что сломалась какая-то дверь в поезде. Теперь они звонят мастерам. Предлагают людям, которые едут в ближайшее Нюрнберг и Ингольдштадт, предлагают пересесть в другой поезд. И быстренько до туда доехать. А нам придется ждать, потому что у нас шестичасовое путешествие до Гамбурга без всяких пересадок. Так что сидим ждем. Мы уже с Денисом немного отдохнули. Сегодня встали в 6 часов утра. Очень устали. Поэтому решили сегодня как следует отдохнуть. Я уже сходила в бассейн в нашем отеле. Сейчас идем куда-то поужинать. И нас в Гамбург встречает совершенно непотребной погодой. Пошел дождь. Нам нашего одного зонта на двоих не хватает. У нас все плечи, руки мокрые. Вот. Поэтому сейчас будем искать укромное местечко. Друзья, скажу пару слов, почему мы вообще приехали в Гамбург проводить два дня нашего отдыха, отпуска, три даже. Гамбург очень интересный город в Германии. И мы решили, что, живя в Германии, мы ничего еще пока здесь не видели, кроме Баварии. Решили приехать вот сюда, севернее, в портовый город. Да, посмотреть, как это все здесь устроено. Тоже такой с ноткой Венеции и так далее. Видите, как красиво. Вот эта променада с каналом. Очень уютненько устроились там куча ресторанов и кафе, и магазинов. И всего-всего. И вот здесь тоже такая чудесная аллея. К сожалению, сейчас все мокрое. Все лавочки мокрые, но... Мы идем и ищем ресторанчик, где мы сегодня поужинаем. Так что вот просто буду снимать уголочки, которые мне понравились. Гуляем-гуляем. Все, конечно, прикольно. И видно, что очень сильно отличается город от Мюнхена. Все-таки огромные площади и каналы, и все. Да, но вот такая вот какая-то индустриальная застройка. Какие-то офисы и все. И завешенные абсолютно целые улицы, завешенные здания, завешенных зданий на реставрацию. Так что обидно, что пока что мы ничего такого особого не можем посмотреть. Вот смотрите, стройка. Канал идет Убан, то есть метро местное. И на фоне между этими двумя современными опять какой-то собор. Очень похож на кельнский, потому что тоже в таком черном цвете. Старый, старинный. Вот. Как видите, миллиард каких-то мостов. Ну вот, все вот в этих бауштели, вот в этих бытовках строительных. Кое-где виднеются какие-то шпили интересных сооружений. Вот. Пока что все, видите, все перемешано. Интересно, небо вон там. Как туга такая получилась. Опять современная и старая. Зонтики, зонтики, зонтики. Гремит гром. Реально настоящая гроза. То, что я, в принципе, не хватает мне в Мюнхене этого. У нас вообще даже если что-то погремит немножко, может дождь вообще не пойти или упасть там три капельки. А здесь вот и дождь, и гром, и сверкают молнии. И все как надо. Да, в общем, очень даже атмосферно. Мы сейчас на каком-то мосту. Здесь вот прям разбитая кафешка. Очередной канал. Вот. И, вы знаете, очень сильно сразу чувствуется, отличается город от Мюнхена. Как сильно. Ну, считайте, мы через всю страну проехали. Такие ступени. Во-первых, таких площадей больших в Мюнхене нет. Во-вторых, Мюнхен в войну был реально очень сильно поврежден. И, ну, совсем другая постройка, застройка. Я даже не знаю, вот, что вот конкретно сказать вам, чем отличается. Ну, вы увидели мои видео из Мюнхена. И вот сейчас сразу видно, что совсем другая атмосфера. Вот. Ну, мне первым делом и Денису сразу бросилось в глаза, что... Здесь очень много построек из красного кирпича. То, что для Баварии вообще нетипично. Такое вот мы, по сути, вот здесь вот в Гамбурге и встречали. Когда у меня был корпоратив где-то здесь под Гамбургом, в таком... В резиденции, да, тоже оттуда видео снимала. Там тоже все было из такого старинного красного кирпича. Ну, видите, вот современные здания тоже так же выполнены. То есть поддерживают общий облик города. Мы сейчас были в потрясающем ресторане в португальском. К сожалению, я совершенно забыла что-то там снять. О, какой закат! Сейчас я вам развернусь, покажу. Идем по такой шикарной лестнице. За моей спиной, смотрите, такая клёпанная променада. Там ездят автомобили. Вообще здесь очень красиво. Этот закат после дождя еще немножко накрапывает. Посмотрите, как здорово. Вот здесь кафе Алекс. Это, похоже, какая-то сеть, потому что в Мюнхене тоже такое есть. Вот. И мы прямо у воды оказались. Пришли посмотреть на кораблики. Денис прямо издалека увидел эти мачты. Посмотрите, как здорово, ребята! Как красиво! Такой огромный корабль. Буа! Я, наверное, первый раз такое вижу. И вон то здание вдалеке, видите, тоже как парус выполнено. Потрясающе. Конечно, вода делает города гораздо более привлекательными, такими интересными. Придаёт им особенный такой, ну, особенную атмосферу. Смотрите, чаечки летают и на воде сидят. Вот он город-порт. Друзья, нам здесь так нравится. И мне, и Денису мы в восторге, потому что, ну, действительно, очень красиво. И это небо, и вообще в полном восторге. Вода, столько много всего, всё такое огромное. Ну, посмотрите, кораблик едет по воде с таким колесом сзади. Любуемся на лодочке. Их тут просто миллиард всяких разных. Конечно же, здесь зарабатывают на этом деньги. Очень много всяких экскурсий. Вот здесь встречаются такие домики, где можно купить туры, покататься на разных лодках. Вот. И это какой-то ресторанчик прямо на воде с потрясающим видом. А вот здесь на крыше можно увидеть причалили чаечки. Вот это такие классические белые чайки, но здесь также летают гораздо более крупные. и они такого серого цвета очень необычные. Теперь я для вас сниму совершенно классический вид Гамбурга. Люди, сведущие, кто немножко знает Германию, как только вы покажете эту картинку, всем сразу станет ясно, в каком городе вы находитесь. У нас даже в бюро висит. Так, что-то тут люди дорогу не поделили. Желтая разметка, это временная, которая на время ремонта. Я не знаю, почему везде идет ремонт здесь. Это какой-то ужас. Деются и ссорятся. Такое еще летаю, конечно, здесь бывает, но бывает. В общем, вот, друзья, показала вам классический вид на Гамбург, классическую такую визитную картинку, которую можно на всех открытках встретить. А мы сейчас пойдем все-таки вернуться к набережной. Вот, интересно разглядеть детали на таком здании. Например, я это вообще в первый раз увидела. Смотрите, колонна увенчана такими вроде как геометрическими фигурами, но я вижу четко. Это свиная голова, а справа говяжья. Или две свиные. В общем, я не знаю, но я точно вижу там какие-то рожицы. Вот. А с другой стороны вот такой полярный какой-то белый медведь. Вот припарковался этот красивый корабль светящийся. Я вам хотела показать, где здесь находится в Гамбурге Hard Rock Cafe. Тоже прямо на воде. двухэтажный. Сразу видно огромный. Доносится музыка. Вот так все это выглядит. Вписано все в старинную архитектуру. Вот этого чувака уже второй раз встречаем. Ему так хорошо, он так хорошо развлекается, что-то ходит в наушниках. по-моему, полностью перекрытый. Босиком в какой-то луже уже мыл себе ноги. Но это, по-моему, он счастлив. Мои дорогие, на этой шикарной картинке я с вами хочу на сегодня попрощаться. Мне прогулка первая такая серьезная по Гамбургу достала очень много позитивных впечатлений и эмоций. Действительно, город отдыхает и немножко не такой закомплексованный, как Мюнхен. Кстати, это очень многие отмечают. И вот в такой подсветочке красивой мы идем сейчас посидеть немножко в бар, а потом уже отправимся в отель. Вот. А мы с вами, наверное, увидимся завтра в следующей части. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok